Но я не думала, что я должна стать популярной, просто я пела, мне было приятно, когда мальчиками очаровательные они были, мои золотые, дорогие друзья мои с руководителями Орера Бардимашвили, он был выдающийся организатор. И представляете, в это время я вдруг почувствовала, что я чего-то значу, потому что в Аркестере, когда я пела, пела одну песню, две песни, а здесь у меня была программа. Я была очень скованная, чтобы вы знали, я очень стеснительный человек, очень смешно, я уже одной ногой там, да, но стесняясь, где бы я ни была, я все время стесняясь, пока я выйду на сцену, я стесняясь, но когда я выхожу, уже все уходит, конечно. Когда я выступала, мальчики так меня оберегали и так лелеяли просто меня, и это чувствовалось, я выработала в себе вот эту манеру, что я выходила и что, вот я выхожу, они руку целовали мне, как можно это забыть? А когда я первый раз получила заслуженный артист, я думала, что это такое? Почему я Народный СССР, причем это? Я с ними, конечно, не общалась и ничего общего не было у меня с ними, но когда были концерты или были большие какие-то правительственные концерты, они же меня слушали. И вот так получилось как-то. Я до сих пор не знаю, почему я стала Народной СССР. Потом я забыла, вообще был момент, когда я забывала, но когда я выступала и начали, вот выступает Народная СССР, и думала, я же Народная СССР, я должна оправдать вот это звание, это обязанности было у меня, ответственность была очень развитая у меня. Я не могу не петь, даже сколько мне лет, я думаю, когда-нибудь я же должна остановиться, но не дает мне остановиться, и спасибо всем. Я люблю, когда ко мне приходят, потому что я привыкла. Мама всех приглашала, всегда у меня были гости, и сейчас тоже продолжается, но сейчас уже мои друзья, очень многие ушли из жизни, очень интересно, знаете, как-то я без них немножко... Скучаются. Очень скучаются, очень скучаются. В первый раз, знаете, где я запела? В оркестре реро. А то время, когда это было, значит, советское время, это было... Это недопустимо романс, потому что, нет, романсы, нет, нет, запрещали. А моя мама мне сказала, я помню даже, что, детка, это такой жанр. И, кстати, все романсы русские прекрасно пели грузины, и до сих пор еще поют, да. Это очень было близко. Это в Тибилисе, наверное, модным было как-то... Модным очень, да, очень, очень. В салонах, в аристократических семьях, на гитаре, обязательств с гитарой, все пели. Это не только я пела. Пели все, все пели. Просто я вышла на эстраду, и поэтому так получилось. И первый раз я спела в театре эстрады. В театре эстрады 12 апреля, когда улетел Юрий Гагарин. Это был, знаете, у нас концерт был в театре эстрады. Я спела там калитку. Знаете, какой был взрыв был просто. Я первый раз вышла в таком деле, и вдруг вот так приняли калитку. Потом это была моя визитная карточка. Ах, ты мой, потихоньку калитку. И войди в темный сант, ты как тебе... Искусство требует жертв. Да, конечно. Я пожертвовала семьей, вот так можно сказать. Мой муж грузин, который семейный человек. Жена вдруг с мальчиками уезжает на гастролях на два месяца. Это невозможно было это выдержать. Он-то приезжал, он занимался своим делом, он инженер был, строитель. И мы разошлись, потому что я... Знаете, он сам ушел. Вот в чем его благородство было, что он мешал мне в каком смысле, в творчестве. Потому что я переживала. Приезжали, расходились, потом опять объединялись. Это расхождение было. Нельзя было так жить, нельзя было. Нельзя было так жить, нельзя было так жить. Мама. Если бы не мама, я бы ничего не была бы в этой жизни. Она все время направляла меня. И папа, конечно, помогал в этом. Ваш идеал женщины, наверное, мать. Естественно. Естественно. Это мать, которая себя отдала мне всю свою жизнь. Даже когда я была бабушкой, она меня воспитывала. Где ты была, что ты сделала, когда ты придешь, что ты делала. И вот все время была я на этом. Моя мама хотела, когда я одна осталась, хотела, что это старое, знаете, воспитание, чтобы к ней пришли и попросили мою руку. Кто я, мама? Кто так сейчас живет? Ты что? Ты оттуда приходи, иди сюда, ты-то посмотри. Здесь совсем другие отношения. Нет, ты никуда. Очень строго я была в этом отношении. А вы знаете, что я не жалею. Нет такого у меня, что почему рядом со мной нет мужчин? Наверное, так должно было быть. И к этому я привыкла. И очень спокойно, очень нормально. Но у меня такая большая семья. У меня столько. Я родила девочку, Екатерину мою. Она родила троих. Два мальчика, девочка. У них уже, у девочки нет, она сейчас кончила консерваторию. А мальчик уже отцы своих детей. Я про бабушки. И это большое счастье. Это огромное семье. Это так хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok